Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре редкий чайный сервиз «Лунноцвет». За окном идет дождик, и, наверное, вы слышите звук дождя, а этот сервиз просто меня согревает. Та самая роспись, которой хочется насладиться осенью в холодные дни, когда на улице мрачное небо, такое чаепитие может согреть. Как вы знаете, такие сервизы никогда не выпускались массово. Это были сервизы для истинных коллекционеров, и они всегда стоили дорого, даже в советское время. Здесь сервиз полной комплектации. Я бы даже сказала, что такие предметы крайне тяжело найти, их встретишь не так часто. Во-первых, начнем с того, что здесь не чайные пары, а чайные тройки. Также сервиз представлен на 10 персон. Представляете, какой он большой. Пожалуй, начнем. Вот такие чайные тройки. Здесь форма стандарт. Как вы знаете, такие десертные тарелочки крайне тяжело найти. Чашка, любимая, с хвостиком. Полностью золочение. И просто посмотрите, какое идеальное состояние. Здесь прекрасная сохранность золота. Полностью ручная роспись на красивом терракотовом крытье. Золото и внутри чашки полностью расписано в самом рисунке. Здесь идет такая ручная роспись по всей чашке. Декор здесь великолепный. Просто посмотрите, как сияют чашки. И это все ручная роспись. Крыто золотом. Прекрасное золочение. Состояние всех изделий в идеале. Они без колов и трещин. Будто сервизом никто никогда и не пользовался. Чашки здесь легкие, невесомые. На всех редких сервизах от вербилок будто изделия совсем другого качества. Они более тонкие и на ощупь совсем другие. Блются полностью покрыты вот этим рисунком, красивым цветком. Здесь с помощью росписи, наложением тени и маленьких деталей. Цветы смотрятся более пышно и будто они настоящие. Блются с высокими бортиками подходит для купеческих чаепитий из блюдца. Но этот сервиз является редким, коллекционным. И даже иметь одну чайную пару, тройку, это уже гордость для вашей коллекции. Роскошная десертная тарелочка. Как вы знаете, не так часто встретишь тарелки. Здесь оформлены кромки в крытье. И прекрасный декор по всему изделию. Тарелочки от вербилок я встречала еще на сервизе клён. Уже один из редких сервизов. А после ни на одном сервизе нам ни разу не попадались. Здесь и вправду очень красивое такое терракутовое крытье. Оно прямо осеннее. Есть в росписи будто золотые. Чудесный сервиз. Прекрасные чайные тройки. Клеймо от вербилки. Клеймо с 54 по 65 год. Это конкретно 54-58. Шикарные чайные тройки. В наличии 10 трио. Цена 9,5. Состояние идеальное. Такое количество. В сервизах крайне тяжело встретить. Сервиз очень хорошей комплектации. Тем более в таком идеальном состоянии. Поэтому если вас заинтересовали чайные трио, то пишите мне на ватсап. Вкладываться в такие сервизы это всегда хорошая инвестиция. Так как такие сервизы, тем более с такой комплектацией и в идеальном состоянии, только растут в цене с каждым днём. А дальше переходим к предметам, которые, кстати, крайне тяжело встретить. Например, это молочник. Вы знаете, все молочники от вербилок, редких сервизов, это тоже большая редкость. И я знаю, что многие коллекционеры конкретно занимаются молочниками. Вот этот прекрасный молочник формы стандарт украсит любую коллекцию. Здесь идёт роспись. Она, кстати, более ярко уже выражена. Состояние идеальное. Состояние золота в идеале. И даже молочник очень лёгкий и невесомый. На каждом предмете представлена одинаковая клейма. Просто посмотрите на эту роспись. Это целое произведение искусства. Пышные соцветия и прекрасный осенний декор. Очень красивое терракотовое крытьё. Оно просто горит. И золото сияет. Такой роспись он смотрится очень выкрашно. Цена 9,5. Дальше великолепная сахарница с двумя хвостиками. Автором этой формы является Шабанов. Именно на этой форме очень красиво и выкрашно смотрятся самые редкие сервизы. Расписанная крышка. Полностью в декоре. С росписью ручной. Советского художника. Информации никакой нету. Кто автор? Состояние без колов и трещин. Но очень сильно похоже на чекулину. Всё в идеале. Красота. Индекор. На сахарнице. Идёт по всему изделию. Нету ни одного свободного места. Мне очень нравится на цветах роспись золота. Она создаёт ещё больше объёмности и фактурности. Эта роспись просто шедевр. Мне очень нравится, когда расписаны крышки. Здесь на шишке идёт определённый рельеф. Сахарница здесь просто очаровательная. Цена её 9,5. Многие просили итальянскую шелкографию. Мне кажется, она очень красиво вписалась в этот сервиз. У нас появились в ассортименте. Две такие прекрасные дамы. Поэтому, если вас заинтересовала шелкография, то пишите мне на WhatsApp. Следующий предмет – это розетки. Здесь 10 розеток. Как вы знаете, это тоже большая редкость для таких сервизов. Для варенья, для конфеток. Ну, больше, наверное, для варенья, мёда. В прикуску, чтобы пить чай. Кромки оформлены в этот декор. И здесь высокие бортики. И они прямо чувствуются, что тонкие. Настолько здесь тонкий фарфор. Он невесомый, очень лёгкий и белоснежный. Оформлены кромки в декор. И можно долго рассматривать и ничего не говорить. Я думаю, вы и так всё знаете и понимаете. Вот таких розеток. 10 штучек. И цена каждой розетки – 1000 рублей. То есть, как я видела, многие делают вот так. В три ряда тарелочки. И чашечка. Так украшают сервировки. Состояние каждой розетки выделили. Вот они такие роскошные. Поэтому, если вас заинтересовали розетки и сервизы «Луноцвет», то пишите мне на WhatsApp. Название «Луноцвет» от растения «Лунная лиана». Именно растение «Лунная лиана» прекрасно сочетается в ночном саду. И только тогда, когда сумерки опустятся на землю. Цветы «Луноцвета» распускаются с наступлением сумерек. Происходит это буквально на глазах, словно в ускоренной съемке. Такое завораживающее ночное шоу начинается в середине лета и продолжается до заморозков. Этот период сад все ночи наполнен изысканным тропическим ароматом. Сладковато-миндальным. С наступлением утра цветы увядают. Лишь паспортные дни цветы могут оставаться открытыми. А утром уже этого волшебства нет. То же самое с этим сервизом. Он просто волшебный, чудесный и очаровательный. И очень редкий. Дальше чайничек. Легкий, тонкий и невесомый. Но с каким красивым декором. Целое произведение искусства на фарфоре. От советских художников. Такой очаровательный декор. Золото. Просто наслаждение. Опять же расписана вся крышка. С такой шишечкой с рельефом. Подчеркнуто золотом. Небольшое наложение золота на хвостике. Состояние идеальное. Просто роскошь. Также подрисовка на носике. И декор идет по всему изделию. Красота. Чайник как новый. Просто в идеале. Цена его 9,5. Вот эти чайные предметы крайне тяжело найти. Особенно молочник. А дальше я покажу вам еще два предмета. Которые крайне тяжело найти. И они на таких сервисах встречаются очень редко. И являются уже антикварными. Редкий предмет. Это паштетница. Многие называют масленка. В данном случае можно использовать как и для масла. Кто собирает изысканные редкие предметы в атрибуции. То вот такая паштетница для вас. Здесь идет такой колбак. Он в идеальном состоянии. Декор по стенкам с рисунком на цвет. Очень красивое терракотовое крытье. Такой я бы даже сказала вишневый оттенок. А с подрисовкой золота смотрится очень богато и роскошно. И также сама емкость здесь. Прямо белоснежный фарфор. И вот эта емкость для паштета небольшая. И на тарелочке оформлены цветы луноцвета. Лунные лианы. Просто шикарный декор. Состояние, конечно, восхитительное. Волшебные предметы, которые удивляют. Цена 15 тысяч за паштетницу. И следующим, последним предметом является сама сухарница. Блюдо. Тоже, как вы знаете, редкий антикварный. Уже предмет из сервиза. Кромки оформлены. Рисунком луноцвета. Золочение. Все в идеальном состоянии. Шикарное блюдо. Я впервые вижу от вербилок блюдо в сервизах сухарницы. Это, конечно, восторг и удивление. Цена такого 15 тысяч. Сухарница очень легкая и невесомая. И очень хорошего размера. Не занимает много места. Такие предметы были сегодня представлены в самом редком сервизе «Луноцвет». Я очень люблю эти сервизы. В моей коллекции есть одна чайная пара. Продажа рассматривается как папридметная, а также и целым набором. Для настоящих истинных коллекционеров, которые знают ценность этим изделием. Сервис представлен 10-персонный. Здесь 45 предметов. Это 10 чайных троек. 10 таких розеток. Чайник, сахарница и молочник. А также редкий предмет «Масленка» и шикарная сухарница. Такие разнообразные предметы в прекрасной комплектации были сегодня представлены на обзоре. Пишите в комментариях, есть ли у вас какие-либо из предметов. Может быть, есть весь чайный сервиз. Мне будет очень интересно прочитать. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хороший предмет. И, конечно, цените то, что у вас есть. Спасибо большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.